Всем доброе утро, друзья! Это студия Хорошего настроения, 23 марта. И в этот ранний час хочется, конечно же, выпить чашечку кофею, взять в руки свежую, еще пахнущую типографской краской газету и, разумеется, возомнить себя английским лордом. Что там, Берримор? Но мы люди ленивые, поэтому мы специально приглашаем к себе гостей, которые и рассказывают нам, о чем пишет сегодняшняя пресса. Кофе-чай у нас уже заварен, поэтому самое время послушать. Давайте для начала познакомимся с нашими сегодняшними гостями. У нас журналист телегида «Антенна» Екатерина Пролик. Екатерина, доброе утро, вам! Доброе утро! А также специальный корреспондент отдела культуры газеты СБ «Беларусь сегодня» Ирина Авсипьян. Ирина, доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте начнем, наверное, с вас сразу. И в очередной раз расскажем и нам, и нашим зрителям, что же интересного может предложить сегодняшняя «Антенна» для своих читателей. Ну, на опложке свежего номера читатели увидят Оксану Акиншину. Большое интервью с ней в газете. Дело в том, что она снялась впервые в фантастическом фильме. Картина об обычной семье на крышу дома, которая вдруг сваливается метеорит, и они все получают какие-то определенные сверхспособности. Ничего так не бодрит, как с утра метеорит. Да, точно. И газета решила спросить у Оксаны о ее собственной семье, о том, какая она мама, о том, какая она женщина, как она воспитывает своих детей. У нее двое сыновей, она иногда их, конечно же, балует, но в основном они очень дисциплинированные, и все дома по расписанию проходит. В общем, много интересного, много фотографий. Я думаю, очень любопытно. Но, я так понимаю, не единый, а киньшиный, да, живантый на сегодняшний, а есть там место и другие. Вы знаете, я пообщалась с вашей коллегой, с Ириной Ромбальской, мы поговорили о большом завтраке. Она выдала нам много секретов, немножко о закулисной жизни, рассказала о том, как она стала ведущей, о том, как она одевается в кадре. Выдала пару курьезных случаев, но я не буду вам рассказывать. Я думаю, что читателям должно быть это любопытно. В общем, насколько вы поняли, Ирина выдала некоторые секреты, о которых вы нам, конечно же, сейчас не расскажете, как бы мы вас не умоляли. Но знаем мы, что помимо бесед с известными людьми, есть же у вас еще и интересные рубрики, колонки, то блюдо какое-то вкусное может газета предложить, или Лолита Милявская дать какие-то ценные советы. Все это будет. Встреча с поклонницей газеты. Ну, уже с некоторых пор, по крайней мере, я ее знаю, знаешь, как в Санта-Барбаре, всех знаешь. Что на этот раз готовим вместе с Антенной? В этот раз хозяйки увидят такой рецепт похлебки, которая и сытная, и, в общем-то, как бы полноценное блюдо. Есть несколько вариантов, разные рецепты, с разными начинками. Очень вкусно, я думаю. Советуйте, приготовьте, попробуйте, да. Ирина, вы в газете СБ «Беларусь» сегодня занимаетесь как раз опросами культуры. Тут у нас целое поле не пахано, год культуры. Что вообще нужно сделать, чтобы попасть в поле вашего зрения? Вы знаете, нужно, наверное, быть талантливым человеком, прежде всего. Придумать какой-нибудь интересный проект, который бы был действительно любопытен, который бы поднимал какие-то острые проблемы или решал бы их наоборот. Или сделать что-то очень необычное, чего у нас еще не было. Потому что, на самом деле, необычное здесь, в культуре, в Беларуси, сделать достаточно несложно. В общем-то, иногда просто какие-то европейские тренды приносят, переосмысливают их с какой-то нашей, с белорусской загрузкой, и уже получается что-то свое, очень любопытное. Вот об этом интересно писать. Если что-то придумали новое, свежее, неизбитое, или если, наоборот, подняли что-то интересное, традиционное, какие-то старинные традиции, вынули какие-то обряды, вот тогда да, об этом мы пишем. Ну или если у вас есть проблема, и кроме нас никто не может вам помочь, ее решить, тогда опять-таки это к нам. А если коснуться конкретно сегодняшнего номера, вот что попало к вам? Ну, если говорить о сегодняшнем номере, то на самом деле там есть тема, которая с культурой не связана, но это, я думаю, тема, которая может быть любопытна каждому. Наш коллега Антон Костюкевич провел собственное расследование, можно сказать, и выяснил, что же скрывается за объявлениями, которые часто мы видим везде на столбах, на остановках, там, дам деньги в долг, да, без поручителей, без каких-либо документов, даже просто, говорят, даже паспорт мне требуется, мы вам возьмем и дадим. Вот, очень большое искушение для человека, который боится связываться с кредитами, идти оформлять бумажки, боится, что ему откажут, допустим, банк не даст кредита. Вот. Есть желание вот взять и просто решить свои проблемы. Тебе предлагают, ты придешь, тебе дадут денег. На самом деле там есть достаточно мошенническая схема, как выяснилось. И, как правило, людям предлагают приобрести мобильный телефон в рассрочку, ну и за это как бы ему дадут деньги. В итоге человек остается с долгами, которые он должен выплачивать мобильному оператору. Естественно, операторы об этом ни сном, ни духом, это чисто деятельность мошенников. И в итоге такой так называемый кредит обходится примерно 260% годовых. То есть это абсолютно неподъемно, но вот именно люди молодые, как правило, еще не очень ответственные, не очень опытные, они попадают в такие ловушки. Вот. И, ну, собственно говоря, как этого избежать? Советы от мобильных операторов в том числе. И, собственно, комментарии официальных структур, насколько правомерно вообще подобные деятельности, эти объявления, которые размещаются. Ну, поскольку это ситуация, которая может зацепить буквально любого человека, находящегося в каком-то сложном положении, которому срочно нужно 5, там, 10, 15 миллионов рублей, поэтому я считаю, что это очень важно прочитать и разобраться, что же это такое. Мне кажется, для того, чтобы узнать все тонкости этого расследования и вывода, нужно купить просто-напросто СБ Белару. Сегодня прочитать обо всем. Дамы, мы всегда рады вас видеть, вы всегда приносите что-то свежее, новое в нашу студию, пахнущее типографской краской, разумеется. Скажите, какой ваш самый любимый материал в свежем номере? Мне очень любопытным показался материал с большим количеством фотографий. Дело в том, что в этом году юбилей у Андрея Миронова мог бы быть, 75 лет могло бы ему исполниться. И антенна заглянула в гости в его музей-квартиру. Можно подробно рассмотреть различные его комнаты, очень интересный материал. То есть все равно все у нас вокруг культуры крутится, что, в общем-то, приятно, да, Ирина? А у вас? У нас будет все крутиться, наверное, вокруг спорта, например, потому что очень любопытный момент будет в свежем номере интервью с известным гонболистом белорусским Сергеем Рутенко, один из самых дорогих гонболистов мира. Вот на данный момент он находится в Беларуси, он восстанавливается после травмы и получил предложение играть, заканчивать сезон в Минском СКА. А вот примет ли он его, когда он его примет и почему он его примет? Вот это читайте в СБ «Беларусь сегодня». Ну что ж, на этом интересном месте, моменте, мы, пожалуй, завершим нашу сегодняшнюю утреннюю беседу. Ждем вас с нетерпением, с новым обзором. Будем надеяться, что с каждым днем, с каждым выпуском ваши издания будут только интереснее и интереснее и привлекательнее для читателей. Напоминаю, что нашими сегодняшними гостями были журналист телегидантенны Екатерина Проль, а также специальный корреспондент отдела культуры газеты СБ «Беларусь сегодня» Ирина Авсипьян. Мы с вами прощаемся. А к вам по традиции вернемся через несколько минут.